Всем привет, меня зовут Настя Каменских и вы смотрите мой видеоблод. Сегодня у нас с вами поход к космикологу. Надо поснимать все золото, все украшения, даже сережку из носа я достаю. Сегодня сделаем процедуру, если ты не против, которая будет очищать волатильные поликулы и наши сальные железы. И делаем такую профилактику, потому что нам в лице сейчас жарко, кожа выделяет больше кожного сала, ботеет и так далее. Мы сейчас очищаем кожу с помощью очистителя, который обладает бактерицидным действием. Ребята, ну я вам скажу, что Таня один из самых главных людей в моей жизни, потому что лицо у артиста, ну это самое важное, потом идут волосы, но лицо самое главное. Когда у тебя с лицом бедушечка, например, когда мы там поедем, я на концерты поезжу и привожу Тане такую красоту вообще на подбородке, понятное дело, что кожа тоже не выдерживает и софиты, и перелет, и перелет особенно, да. Естественно, сразу же бегут Таня, которая спасает меня, и вы видите меня красоткой. Мы сегодня будем делать щелочной пилинг, который у нас очищает кожу, взрыхляет ее, выводит лишний сэбум. Сэбум. Ну это кожное сало, вот, если перевести на простой человеческий язык. Нельзя ложиться спать, не смыв с себя весь макияж за день, это опасно тем, что будут появляться воспалительные процессы. Но надо отметить, что не мыло, а просто смыть. Поэтому я ей сказала, хотя бы прийти на консультацию косметологу, который расскажет, что в данном случае подходит данному типу кожи, данному возрасту. Есть разные средства для очищения. Да, просто разные средства для очищения, и для того, чтобы понимать, что подходит, лучше посоветоваться. Но если такой возможности нет, то очень хорошо всем подходит, если это кожа нечувствительная, елевый очиститель, который глубоко проникает в кожу. И запашок, честно говоря, как будто укладывают асфальт. Я не могу сказать, что мне не нравится. Конечно, ребята, мы делаем это уже не первый раз. Но, дорогие девочки, вам нужно для этого ходить к косметологу. Такое дома самому, конечно, не повторить. Что мы делаем? Мы сейчас увлажняем. Скажи мне, пожалуйста, никаких напрягов? Нет, еще не держим. А если передержать, что будет? Будет покраснение. Будет горка, будут мокнутие, очень долго будут заживать. Кстати, чем раньше вы начнете за собой ухаживать, тем потом меньше проблем будет вставить. Да, Таня? Да, девочки. Так потихонечку начинаешь чувствовать уже. Представляете, что нужно терпеть несчастным девочкам, чтобы быть богиней? Бывает такое, когда я прихожу, и мне чистят лицо. Мы решили это не показывать, потому что это некрасиво. Но это самая ужасная процедура. Когда давит. Я еще страшно нетерпеливая. В общем, Таня так тоже страдает. Мы не любят эту процедуру мне делать. Вы знаете, как сложно подходить к зеркалу и остаться безразличным к своему лицу. Не трогать его. Не давить ничего. Никаких прыжечков. Не колупать. Не искать. Не рыть там ничего. Это очень сложно. Я уверена, каждая девочка меня поймет. Но я учусь. И поверьте, я поняла, что когда ты начинаешь сам что-то там говорить, Бывают такие просто проблемы, прыжечек просто разрастается, и у тебя на подбородке второй подбородок вырастает. Или огромная звезда во лбу. Поэтому, девчата, не занимайтесь самодеятельностью. Проще прийти к косметологу. У меня домашняя есть такая маска, которую я наношу в очень, скажем, критических случаях, когда налетаю на езжу, особенно за границей. Хуже маски по ощущениям придумать, клянусь, нельзя. Но лучше по результату не существует. То есть, как в этот момент, когда она начинает застывать, она начинает все чесаться, трясется лицо в полном смысле этого слова. Ты в этот момент думаешь, боже мой, зачем оно тебе надо? Хочется сбежать. Вот правда, это истерика. Но то, какой результат она показывает, можно... Ты просто новая копеечка. Ой, я обожаю, как она пахнет. Знаешь, что напоминает запах пшеницы и дрожжевого теста? Да-да-да, выпечки. Когда все хорошо у меня, с кожей я стараюсь приходить раз в месяц. Когда появляются какие-то проблемы, по какой-то причине заболеваешь, в общем-то, устаешь, самолет и так далее, приходится ходить месяц каждую неделю, чтобы восстановиться. 45 минут я нахожусь за домойской. В это время можно поспать. Я на это время всегда Настю оставляю одну. Да. Я знаю очень многих девочек, которые кремами пользуются. Какой там она купила крем, чуть ли не крем для рук или для ног, им или там для тела, и мажет им лицо. Знаете, когда ко мне приходят и говорят, что, ну что, у меня вот такая чувствительная кожа, я пользуюсь детским кремом для своего лица. Я говорю, детским кремом вы можете пользоваться только для поп-младинка, потому что он вам добивает поры, появляется гиперкератоз, наслаиваются мертвевшие клетки и появляются морщины за счет того, что кожа не дышит, а у нее наслаиваются отмершие клетки. Крем нужно подбирать индивидуально, соответственно, возрасту, соответственно, по гаданиям и типу кожи. Какая тяжелая ситуация. Мы нанесли крем, да, глаза, под глаза, такой, да, и масочка влажняющая, да. Мы ее смывать не будем, мы ее впитаем как крем. Как крем. Вот эта штука, которая жужжит, она не раздаживает морщины, она впивает просто крем в кожу. О, ничего, ссорная. Какая прикольная штука. Если нет возможности ходить к косметологу, нужно все равно как бы проконсультироваться, найти эту возможность, чтобы косметолог посмотрел кожу, тип кожи и посоветовал домашнюю линию, чтобы человек мог себе хотя бы приблизительно понимать, что ему нужно для ухода. С вами была Настя Каминский. Подписывайтесь на мой YouTube-канал и смотрите мой видеоблог. Это Настя Каминский. Это Настя Каминский. Субтитры создавал DimaTorzok